С нами на связи глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Анкара сегодня заявила, что важно сохранить все каналы связи с Россией открытыми на фоне ухудшения отношений. Однако экономические санкции уже введены, отменяется безвизовый режим. По вашему мнению, это необходимые меры? Я думаю, что это продуманные и закономерные шаги, которые Россия просто обязана была принять в ответ на враждебные действия турецкой стороны. Ведь ракета, выпущенная с Ф-16, она попала не только в российский Су-24. Она попала во всю ту структуру российско-турецких отношений, которая долгое время тщательно выстраивалась и которая привела к исключительно позитивным результатам, в том числе и прежде всего для Турции. Турция имела совершенно особый режим в России. Я бы назвал его режимом общего наибольшего благоприятствования. Потому что этот режим распространялся не только на торговлю, не только на экономические проекты, но и на политические связи, на туристический бизнес, на предпринимательские связи, на инвестиционные проекты. То есть Турция была в совершенно особом положении в России. И когда Эрдоган и турецкое руководство принимали решение о том, чтобы сбить российский самолет, меня поражает, что они об этом не думали. Что они не думали о том, как Турция одним выстрелом поразит свою собственную экономику и поразит все то, что так долго выстраивалось и что было, безусловно, выгодно и нужно Турции. А как вы считаете, нужно ли было вводить санкции так быстро и как долго они могут просуществовать? Турции, чтобы не наносить, точнее, минимизировать тот ущерб, который эти санкции нанесут рядовым турецким гражданам. В частности, говорится о том, что те, кто работают по контракту в России на 31 декабря этого года, могут сохранить свою работу. Запрещается только нанимать новых граждан с 1 января, новых граждан Турции. Визовый режим не коснется тех граждан Турции, которые имеют разрешение на временное проживание в России или на постоянное проживание. То есть мы явно отделяем турецких граждан от турецкого руководства и стараемся не мстить им за враждебные действия со стороны Анкары. Что касается того, как долго санкции эти продлятся, я думаю, что какой-то срок продлятся, потому что совершенно очевидно, что вот акт войны, который был совершен Турцией, а это было именно нападение, не продиктованное потребностями безопасности Турции, он не может пройти бесследно. Я думаю, что вы должны готовиться к достаточно длительному периоду охлаждения отношений. Многое, конечно, будет зависеть от дальнейшего поведения Турции. Если Турция пойдет в пути нагнетания, если Турция не внесет никаких корректив в свою политику, если Турция будет устами своего премьера обещать сделать то же самое, если такая ситуация повторится, вместо того, чтобы принести извинения и признать, что это был крайне опрометчивый, чтобы не сказать просто откровенно враждебный поступок. Вот если Турция будет настаивать на своем, то, конечно, это будет весьма длительный период. Мне, правда, показалось, что в последние дни Эрдоган пытается максимально смягчить свою риторику. Вот в своем последнем или предпоследнем интервью он выразил сожаление по поводу того, что произошло. Он настаивает на своем желании встретиться с Путиным в Париже. То есть, как мне кажется, Эрдоган пытается минимизировать тот ущерб отношениям, которое нанесло его собственное решение. Но думаю, что минимизировать его будет исключительно сложно, поскольку атака на российский самолет, не представлявший угрозы для Турции, это, конечно, беспрецедентный случай. Вот на моей памяти за 40 лет международных отношений в отношениях между крупными державами такого точно не было. Это казус Белли, конечно. И Эрдоган, который пытается сейчас свести дело к тому, что это просто неприятный эпизод, мне кажется, не до конца понимает, что он сделал. Или начинает понимать. И, конечно, вот эти санкции, они очень сильный сигнал для Анкары, потому что несколько секторов турецкой экономики будут затронуться этими санкциями. Туристический сектор и турецкие компании, которые работали в России и получали, кстати, огромные доходы от контрактов. Вот в прошлом году 50 миллиардов рублей. Турецкие предприниматели и предприятия, которые работают на экспорт в Россию, исключительно сильно пострадают. И пострадает, конечно, турецкий бюджет, потому что его наполнение сократится за счет сокращения налоговых поступлений, доходов от вот этих статей. Так что я думаю, что в Турции еще не раз пожалеют о том, что они приняли такое решение. Алексей Константинович, спасибо. Я напомню, с нами на связи был глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.